приветствую вас дорогие автолюбители сегодня как и обещал расскажу о лаунчерах лаунчерах которые можно установить на android магнитолу в один про ну так же их можно устанавливать на любые android магнитолы и там есть определенные особенности так как некоторые оболочки они закрывают доступ то есть требует труд прав для каких-то особенностей данная прошивка новая которая называется джинсун юи 3 она уже рутирована и кто не знает можно спокойно звонить как обычный телефон используя сим-карту но это для v1 pro где присутствует 4g моду теперь перейдем к сначала к лаунчером предисловие сегодня буду рассказывать программу но именно подход к гамме чтобы понять почему так происходит я расскажу о сначала гуру веб веб-гуру давайте зайдем для установки веб-гуру нужно иметь этот файлик apk его можно скачать официально кстати рекомендую купить так как вы получите больше возможности и не будет рекламы ну конечно можно еще украсть ее хотя это я не рекомендую делать вот пожалуйста скаченный apk файлик может запросить что это неизвестное приложение здесь же галочка стоит все запроси дайте ему разрешение также дайте любые разрешения для карва и гуру потому что он пользуется много информации ему нужно gps иногда нужно сим-карты иногда нужны какие-то данные которые принимает ваша магнитола зависимости от оболочки не все опции открываются и как этого достичь чтобы они открылись сейчас приблизительно расскажу я отдал все разрешения главная проблема исчезает там например радио либо что то еще что вам нужно мы заходим все программы сейчас покажу сначала что нет радио например я хочу сюда поставить радио и изменить действия и ищу радио как видите его здесь нет что же делать player локация дата мультивиджеты информация скорость пробег еще все что угодно можно до поставить но радио нет ну не только радио там чуть телефона нет ну здесь это решается таким образом вы заходите все меню и здесь есть вот такое тс-3561 нажимаете его делайте исследовать и здесь у вас как раз находятся те ярлыки которые вам нужны и вот вы создаете ярлык вот так она будет работать это просто ярлык а теперь как это закрепить зажимаем пишем создать ярлык ну еще я сделаю телефон зажимаем задать ярлык как видите здесь много ярлыков и суть для агамы как раз лежит том что агамо делает то же самое но ярлыков просто так нет исследовать достать их самой программы нельзя но есть решение что теперь мы имеем в общем меню у нас появился и телефон и радио и теперь без проблем можете вместо любой вкладочки выбрать вам например радио он уже здесь есть таким образом у вас будет радио при нажимании ну можете пользоваться например этим радио если вам нравится этот лаунчер он кстати интересный но многим нравится большая гамма что там есть некоторые функции более интересные вы можете двигать эти лучи изменять хотя здесь тоже есть свои варианты здесь достаточно много вариантов вот этого экрана и скорости и тому подобное переходим второй версии лаунчера лаунчера заходим диспетчер файлов диспетчере файлов вот у нас агамо да я скачал специально агаму которая бесплатная сломанная так называемая free версия ну а вы можете поставить либо бесплатно на 30 дней пользования free версии но каждый раз будет напоминать что нужно заплатить либо купить и на там стоит в районе трех долларов устанавливаем агаму открыть вот такой лаунчер в принципе очень похож на более информативные его есть возможности определенные но здесь опять же пропадают ярлыки которые вам нужны тут отсутствует радио и такой функции как и следовать и даже доступ к тске нету как видите соответственно нужно что-то сделать что можно сделать заранее подготовленные ярлыки которые вытащены именно с каргуру лаунчера эти ярлыки для запуска это маленькие пк шички для запуска я их закинул сюда вот они про лаунчер и вот они основные если с радио bluetooth music music так и мы берем их копируем заходе внутрь вставляем теперь они у нас здесь есть и мы можем их по устанавливать для этого заходим карл агаму карлаунчер вот у нас есть менеджер здесь вот фру лаунчер 10 файлики и в данном случае я возьму радио как самое нужное устанавливаю вас появится дополнительный ярлык с прямым доступом который будет запускать радио возвращаемся в агаму выбираем нам например смотрим в апсы и здесь уже появится радио вот она а значит мы можем спокойно добавить сюда эту функцию то есть нажимаем так секунду так как же здесь делать писание настроена не настроена значит надо замер а вот радио так ну по-любому надо удерживать не хочет может быть особенность фри версии или какой-то глюка гаммы бесплатно как видите это еще раз подтверждает что нужно пользоваться платной версии там принципе такого не должно быть так зажимаем не хочет все равно все сделаем должен он как-то заработать на вот фри лицензия вам все-таки с лючком можете что-то не так делаю ладно решим этот вопрос другим способом по я на всякий случай не проверял и поэтому я удалюсь часы гамму free вот так это удаляется кстати и я зайду сейчас диспетчер файлов я подготовил еще агамму не фри вот она это скачанная гамма стрел версии 3 вал на 30 дней ну легко можете ее купить кстати на один аккаунт и ставите где угодно вот официальная гамма там потом разберемся 29 дней еще осталось но кстати отличается видите ну видимо по версиям еще тут одна это последняя версия ну я так понимаю раз ярлык установил то он здесь уже есть вот он есть и я могу спокойно добавить радио вот видите вот приложение появилась я выбираю радио которое мне нужно вот она радио все таким образом без проблем можете запускать радио используя ярлыки аналогично можно использовать телефон на телефон здесь используется в данной версии это у нас вай-фай версия только для блютуз звонков если же вдруг у вас версия идет с использованием симки вам нужно будет создать и такого ярлыка там нету потому что так как разломанная оболочка новая она позволяет звонить напрямую там достаточно установить любую звонилку с play market а в гугле можно взять google звонилку их очень много там можно симплеер трудил ар и тому подобное и потом присвоить этой этому ярлыку ну сам принцип такой еще раз нам нужны будут файлики файлики так сейчас секунду x выйдем покажу какие файлики заходим диспетчер файлов где у нас менеджер файлов вот и еще их тут закинул середину для лаунчер music front camera bluetooth ну давайте bluetooth я лучше убеди это отдельное приложение для запуска подключения беди bluetooth его тоже как бы основного нету вот она появилась и мы можем его теперь применить без проблем нашим лаунчере например я его здесь поставлю вместо музыки вот он здесь появится должен сейчас на и вот он и таким образом таким образом вы можете подсоединять елм 327 да что касается запуска используя новую оболочку и и 3 от джансам каждый раз при запуске у вас будет запускаться естественно главная оболочка не будет запускаться новый лаунчер что есть не очень удобно поэтому как что нужно сделать нужно воспользоваться опцией которая там используется сейчас зайду в этот лаунчер нужно зайти в инженерное меню то есть запустить сначала лаунчера гамма потом зайти в инженерное меню здесь четыре восьмерки если версия про то у вас будет там 8 8 7 8 позже и в разделе о за нас есть вот такая функция сохранение сейчас найдем эту функцию back logo color авто камера камера детект сохранение последнего положения и не сохранять последнее положение автолинк наверно стоит enable это меня как раз сохранено и в данном случае она будет запускать у вас она может называться кстати скину в конце видео будет ссылочка там я рассказывал этой функции ее нужно будет включить но перед этим запустить лаунчер и тогда при запуске каждый раз вместо основного лаунчера будет запускаться лаунчер вам нужный без проблем можете пользоваться на других кстати версиях магнитол т3 там все может быть по-другому т-серии к серии есть еще и c серии там может все быть по другому надеюсь эта информация вам было полезно и вы можете использовать теперь лаунчер без проблем также много было у нас вопросов по поводу того что пропадает радио и какие-то функции при установке лаунчера вот вам решение до новых встреч на нашем канале